Всем привет. Начинаем наш телемост. Киев-Вашингтон или Вашингтон-Киев, кому как удобно. На связи Андрей Андреевич Пентковский. Андрей Андреевич, здравствуйте. Добрый день, добрый день, Роман. Добрый день, Володя. Андрей Андреевич, вы так иногда представляете себя как смотрящего по Соединенным Штатам. И первый вопрос, он, собственно, на поверхности. Я так понимаю, в Америке тоже каникулы закончились, у нас они практически и не начинались, если так сказать по чесноку. Джозеф Байден, президент Соединенных Штатов, обращаясь к Конгрессу и в первую очередь к Республиканской партии, сказал, что время действовать в части помощи Украине. Вопрос сформулирую таким образом. Вроде как по бюджету американскому договоренность достигнута, шатдауна не будет в Штатах. Значит ли это, что Америка готова шатать режим Владимира Путина? Да. Ну, мы уже надоело и, в общем, достаточно унизительно для великой демократической страны, для Лидера Свободного Мира. Тут мы два месяца или сколько? После 9 октября в своем обращении к нации замечательным Байден сформулировал, потребовал законодателей принятие закона о финансовой помощи Украине и Израилеву. Три месяца мы обсуждаем, примет его Конгресс или нет. Ну, пора закончить эти обсуждения. Все признаки говорят о том, вопрос был решен. Ну, в том числе и тот, который вы помянули. Ну, они согласились об общем бюджете. Бежали шатдауна, который угрожал 19 января. Это не касалось непосредственно дополнительного закона о финансировании военной помощи. Но атмосфера блажевательная такая в этих переговорах. Мы видели совместную пресс-конференцию Шумера, лидера демократов в Конгрессе, и спикера палаты Майка Джонсона показывают, что это идут деловые, очень конструктивные переговоры. Но больше всего меня убеждает замечательный, совершенно фантастический документ, появившийся на сайте трех комитетов Палаты представителей. Это комитет по иностранным делам, который возглавляет наш большой друг Украины, Майк Маккол, комитет по обороне, который возглавляет Майк Роджер, и комитет по разведке, которого возглавляет Майк Торнелл, все три республиканцы, это комитет Палаты представителей, под заголовком «Победа Украина». Это фантастический документ. Я уже как-то говорил, что когда я читал выступления замечательные Блинкина, Остина и самого Байдена в середине октября, после атаки Ирана и Хамаза на Израиль, мне хотелось себя выщипнуть. В общем, не стали я спичрайтером американского руководства. Но они повторяли все темы, которые мы с вами обсуждали в течение года, что идет мировая война силы зла, абсолютного зла, сейчас я цитирую Байдена дословно, силы абсолютного зла, Иран, Россия объявили войну свободного мира, Иран хочет уничтожить, Хамаз хотят уничтожить Израиль, Россия хочет уничтожить Украину. Мы, самое сильное в мире государство, никогда не позволим этого сделать. А что было в этих текстах трех республиканцев, о которых вы упомянули? Так вот то же самое. Резкая критика администрации Байдена за недостаточную помощь Украине. Понимаете? И программы немедленно передать необходимое для победы количество самолетов F-16, немедленно передать этой дальностью не только на 100 миль, которую они передали в конце года, но и на 200 миль. Увеличить поставки снарядов против воздушной обороны. Все то, что мы с вами требуем, нашим языком, говорят лидеры республиканской партии. Это очень серьезный документ. По существу, это предвыборная программа республиканской партии. Но я могу сообщить вам уже такую эксклюзивную новость буквально перед нашей передачей. Я получил информацию от одного из помощников Марка Джонсона, что этот документ согласован спикером, и он его поддерживает. И он также разделяет вот эти цели победы Украины. То есть в этой ситуации, ну, немыслимо, чтобы... Да, что еще мне понравилось в этом документе, он такой республиканский, там даже упоминается... Там очень... Я советую всем почитать, если можно найти на моем твиттере, на сайте Палаты. Посмотрите, там просто перечень в течение двух лет. Вот как администрация Байна сопротивлялась передаче сначала Хаймерсов, потом танков, потом Патриот, и до последнего времени самолетов, и так далее. И это, я бы сказал, такой поворотный пункт в позиции республиканской партии. Более того, они даже не постеснялись критиковать трампистов. Очень отдельный параграф, не называя, кстати, по имени, но очень существенный. Отдельный параграф посвящен разоблачению не фейковой информации, а якобы коррупции, связанной с представлением американской помощи. Ну, это же любимый тезис, вот этой сумасшедшей, как ее, Тереза Грин. Успех пересчитывает каждый из Калибур лично. Да, так вот там все написано, что десятки проверок было из Пентагона, ничего подобного, ничего не подобного. Это очень жесткая позиция рейгеновских республиканцев. Это очень важно. Я связываю это с успехом, ну, успехом нарастающим, но больше ожидаемым в ближайших премьерах, успехом замечательного кандидата для звуканской партии Ники Хейли, которая тоже выступает как последовательный сторонник Украины. Вообще Хейли – это, конечно, феномен. Вот, я думаю, каждое ее публичное появление, но оно доказывает, я думаю, вызывает у рядового американца, даже так не политизированного, не ангажированного с кандидатами, ну, естественная реакция. Ну, как и к черту Трамп и Байден, когда у нас есть замечательная Ники Хейли. Вот это очень важные процессы, идущие республиканской партии. Андрей Андреевич, так подождите, но она же все равно отстает от Трампа на 20 пунктов. Когда там, так сказать, будет финал и, соответственно… У вас какие-то отставшие сведения. В последние опросы, решающие для нее будут праймерис в штате Нью-Хемпшин 23-го числа. Там она отстает от Трампа уже на 6-7 пунктов. Потом у Трампа очень серьезные юридические проблемы расставят. Ну, это мы будем обсуждать позднее. А вот что касается вопроса, будет ли до 19-го числа подписан закон о финансировании помощи Украине, я теперь, как и всегда, я говорил, что будет. Сейчас я могу сказать, это более уверенно. С одной правдоговоркой. Возможно, критика администрации Байдена в этом документе настолько резкая, что, возможно, да, похоже, что центральные темы избирательной кампании, республиканцы, ну а что вы хотите, три председателя трех ведущих комитетов палаты. Да, кстати, что тоже интересно, документ подписан не председателями, он представлен как документ совместный всех комитетов, просто там имена председателя комитета. После подробного обсуждения три комитета. Да, кстати, это даже формально, это не совсем республиканский документ, потому что в комитетах есть и демократы. В каждом комитете приблизительно, скажем, 12 демократов, 11 республиканцев. Это очень серьезный документ, но так как его берут на вооружение спруга, мне кажется, они выбирают как инструмент избирательной кампании обличение Байдена за недостаточную поддержку в Украине, что замечательно для нас. Андрей Андреевич, ну я, кстати, насчет Ники Хелли хочу, вопроса тут не будет, просто ремарка. Я ваш прогноз помню, что вы, вообще-то, по вашему прогнозу или ощущению еще полгода назад, вы говорили, что вместо «она» будет, а не, соответственно, Дональд Трамп от республиканской партии, соответственно, шансов на победу на выборах у нее сразу автоматически становятся больше. Так что это к тому, что мы ваш прогноз помним, потом сверим по результатам. Но давайте вернемся к Майку Джонсону. Ведь оно, конечно, хорошо, когда люди, скажем так, выработали эту позицию, но у нас тут, понимаете, в чем дело, Андрей Андреевич, время, оно тикает, на войне по-другому. Некоторые считают, что идет год за десять. И пока идет там дискуссия, то полоумный маньяк Владимир Путин, который там вдовом показывают в перерывах между войной свою конюшню, сюда же ракеты падают. И, соответственно, вопрос формулируют теперь четко. Значит, Майк Джонсон, про которого вы уже упомянули сегодня и сказали о вашем инсайде, что он сказал на днях? Цитирую дословно. Это будет интересно и нашим зрителям в том числе, и хотелось бы, чтобы вы прокомментировали. Открываем кавычки. Какой финал в Украине? Какова наша стратегия? Какова цель? Как мы будем осуществлять надлежащий надзор за этими драгоценными долларами налогоплательщиков? Знак вопроса. Это все были вопросы. И, собственно говоря, да, я с ним полностью согласен, что доллары, они драгоценные, они зеленые, они трансформируются в оружие, в самолеты, бомбы и в смерть российских захватчиков. Но, как бы вы описали, вот все-таки два года практически прошло, и тут, получается, это какой-то третий чиновник по рангу в Соединенных Штатах задается вопросом, каков финал в Украине, какова американская стратегия? Так какова она? Так вот, этот вопрос, таким же образом поднятый в документе, о котором я говорю, официальный документ трех комитетов, там ставится вопрос одним из упреков, да не одним, а основным из упреков администрации Байдена, это, что Байден не определил стратегию Америки, не определил необходимость достижения победы в Украине и ухода оккупированных войск со всей территории на границе 1991 года. Это четко написано в этом документе. А что касается... Да, и по второму вопросу, который, да, до последнего времени повторял эту чушь иногда Джонсон, что надо проверять. Отвечают ему три комитета республиканской партии, что все проверено до последнего центра. Джонсон – конъюнктурщик, он вынужден быть конъюнктурщиком, он же третий человек, назначенный на должность спикера за последние там несколько месяцев. Почему? Потому что вот эти д***ые трамписты, которых кучка, несколько десятков, но они свергнули двух спикеров, потому что большинство-то там республиканцев два голоса, и они шантажируют спикеров, что вот если ты не будешь придерживаться нашей позиции, мы тебя уберем при любом голосовании, и дважды это продемонстрировали. Поэтому он вынужден был на них оглядываться. Ну, а сейчас, я уверяю, он будет оглядываться на гораздо более серьезную конфигурацию на точку зрения ведущих республиканцев в Палате представителей. Андрей Андреевич, а вот вы согласны с вот этим вот тезисом, чтобы администрация Джозефа Байдена, она все-таки не определилась стратегией. Ну, то есть, да, нам помогают, это правда, чтобы нас тут не перебили всех, ну, как минимум сразу, так точно. Датируют бюджет. И, да, это как раз те же драгоценные американские доллары на американских налогоплательщиков. Поставляют много оружия сюда. Это правда. Без этого оружия... Раньше я говорил, что мы бы воевали камнями, но если сказать прямо, нас бы просто бы уже уничтожили. Но, тем не менее, вот этот вот базовый вопрос, он все равно открытый. Вот это вот... Ну, что я имею в виду? Вот складывается ощущение, что вот сейчас Джозеф Байден по факту, ну, или, может быть, американский политический класс, вообще-то держит Владимира Путина за яйца, извините за прямоту. И вопрос, куда потянет? Вверх, вниз или останется в таком положении? Потому что, изменив поставку номенклатуры вооружений, сразу можно изменить ситуацию на фронте. Ну, мы же с вами это, вот понимаете, это такое распространенное мнение, что то американцы, значит, хотят вот так. Дают достаточно оружия для того, чтобы Путина как-то сдерживать, чтобы он не дошел до Польши, но в то же время, чтобы он не потерпел поражение. Почему? Это 20 раз объясняли те же Селиван и Бёрд. Потому что нельзя, падение России изменится, приведет к ослаблению структуры, усилению Китая и так далее. Ну, на наших глазах эта борьба уже разворачивается, и мы каждый шаг ее отслеживали. Это была упорнощая борьба, как раз, между двумя концепциями. Бёрдса и Селивана с одной стороны, и Остина и Блинкина с другой. И где-то, вот благодаря разоблачению тайных договоренностей Бёрдса и Селивана с Путиным, Бёрдса в ноябре 2021 года, а Селивана буквально в августе при договоре, позиции этой группы резко ослабли. Резко ослабли, и мы заметили другой подход. И с этим были связаны и новые решения из передачи оружия, снятия запрета на самолеты и так далее. И вот позиция, сформулированная Байденом тем же, Блинкиным осенью после 7 октября, она была просто идеальной. Вот она была списана с моих статей и с наших с вами стримов. Было тогда опасение такое, что вот теперь все внимание будет на Израиль и как бы поколение вообще ничего подобного. В первом своем выступлении Путина в обращении к нации Байден слово Украины использовал не реже, чем Израиль. Он говорил параллельно Путин и Хамас. Хамас хочет уничтожить Израиль, Путин хочет Украину. Мы этого не позволим, мы защитим всеми силами наших союзников. У меня вопрос к вам. Да. А что это за история, которая блуждает интернетом и на американских новостных ресурсах о том, что Пентагон собирается утилизировать ряд ракет-атакам самых взрослых, потратить деньги драгоценные американских налогоплательщиков вместо того, чтобы передать эти ракеты Украине? Вы слышали об этом? Ну, вы читали это в американской прессе, да? Так вот, вы же знаете, что американская вся так называемая леволиберальность, вот этот курс, который с большим трудом пробили в администрации Блинкен и Остин, преодолев сопротивление Селивена и Бёрнса, он встречает громадное сопротивление так называемого леволиберального крыла демократической партии, так называемых прогрессистов, которая контролирует всю так называемую качественную американскую прессу. И все, что мы слышим из американской прессы, из ее лучших так называемых образцов, Нью-Йорк Таймс, Вашингтон Пост, Нью-Свик, Таймс, Хилл и так далее, это громадные антиукраинские статьи и антиизраильские, кстати, антиукраинские, один и тот же нарратив, что Украина провалила контрнаступление, они никогда не смогут победить русских, поэтому нужно договариваться, надавить на них, чтобы они договорились о прекращении огня. И то же самое идет в отношении Израиля, какой вой раздается из той же прессы. Вот это леволиберальное крыло, эти прогрессисты, они намного опаснее для нас, чем даже трамписты. Видите, как, в общем, республиканская партия вот в этом своем ключевом документе, оттеснила трампистских фанатиков от украинского вопроса. Вот массы, вы каждый раз читаете во всех статьях, что наступила усталость Украине, всем надоело, денег не будет, они продолжают договорить. Вот и американский конгресс не дает, и европейцы не дали денег, хотя европейцы дали денег, они ссылаются на это вето, Орбана, ничего подобного. Как раз после того, как Орбана выгнали там выпить кофе, когда Европейский Союз принял решение о начале приговоров о вступлении Украины в ЕС, и принял решение фактически о предоставлении 50 миллиардов. Все, что вы слышите из американской прессы, это работает специально создать ощущение такой безнадежности, брошенности внутри украинского общества. И есть аудитория, которая это воспринимает. Ну вот, а мы с вами занимаемся другим. И вот этот документ республиканской партии, ее новая позиция, она опровергает такие тенденции. Андрей Андреевич. Ну, нам останется подождаться, понимаете, все это не убедит упрямого украинского человека, пока он праведливо не увидит подпись под документом о передаче Украине 61 миллиарда долларов. Ну вот я утверждаю, что это будет сделано в течение этого месяца. Я вам хочу сказать, Андрей Андреевич, украинского гражданина Таджи, это уже сейчас не убедит. Убедит вот то, что вот, понимаете, как убедит моментулатуру вооружений. Ну, конечно. Ну что, вы меня в этом убеждаете? Да мы, блядь, конечно, громадное преступление, то, что так медленно реагирует Запад. Но мы же видим, что в Западе есть разные люди, разные. И это борьба, борьба различных тенденций. Есть очень сильная тенденция. Вот у нас три группы врагов, я вам скажу, с которыми вот мы, я как вас смотрящий здесь. Ну, во-первых, это были внутри администрации так называемые «Школа Реальполитик». Вот это эти Сельвана и Бернс. Реальполитик, нам нужен сильный Путин. Ну, мы помним, что говорил послание. Сильный, вечный Путин. Да. Во-вторых, это очень сильная левая группа, так называемые прогрессисты. Которые, просто они сознательные враги Америки. Они считают Америку империалистическим государством, виновным в колониализме, в преступлениях перед угнетёнными народами мира. И вот они любое американское действие за рубежом рассматривали как продолжение этих тенденций. И вот они целиком на стороне героического палестинского народа. Ну, казалось бы, совершенно невозможно понять, а почему они против Украины. Ну, хорошо, Палестины, у них такой миф о том, что это угнетённые там жертвы и так далее. А почему они как бы симпатизируют российской агрессии? Да потому что они ненавидят Запад. Им нужно вот в этой мировой войне, которая идёт, поражение Запада. Пусть переезжают в Россию. Простите? Пусть переезжают в Россию. Путин научит их Родину любить. Ну, это можно было, это можно совет, был толковый коммунистом, который десятилетиями в Америке. А эти люди пострашнее коммунистов. Они, они, у них, это выпускники лучших американских университетов. Ну, вы же видите, что творится в их университетах. Там завладела такая левая профессура, которая внушает мысль о том, что Америка виновна перед уничёнными народами. Ну, вот Абама порождение культуры. Помните, он первые два года разъезжал по всему миру, кланялся в пояс, извинялся за преступления американского империализма. А Украина, вот она, раз она с Россией с Западом, то она тоже виновна в преступлениях. Вот такая взащённая. И третья группа, это д**ки, трамписты. Не все, но вот эти д**ки, человек 20-30 в палате, которые всё время кричали, что помощь разворовывается, что Украина не демократическая государственная, что там преследуют замечательных христианских проповедников, особенно некого проповедника Павла. Паша Мерседеса. Да. Вот часть из этих людей – это прямые агенты КГБ. Ну, вот опасность вот этой самой влиятельной группы прогрессистов как раз в том, что они не агенты КГБ, они убеждённые. Они убеждённые фанатики. Вот они поколение за поколением выпускают американские университеты. И вот, понимаете, с Байденом то, что творится. Казалось бы, наконец, вот я процитировал его выступление после нападения на Израиль. Правильная позиция, всё замечательно. Но он вынужден оглядываться на эту группировку. Он же теряет, проваливается по всем рейтингам. Почему? Потому что вот те группы, которые его поддержали, и которые, за счёт которых он выбрал выборы в 20-х годах, это те же прогрессисты, это афроамериканцы, которые его все поддержали тогда в 80-80. Это молодёжь, люди, избиратели от 18-30 лет. Все эти группы процентов 80-85 голосовали за Байден. Все эти группы сейчас антибайденовцы, потому что они сторонники Палестины, ну и сторонники тоже, и противники Украины тоже. Потому что всё это как бы в их представлении империалистический Запад. И он вынужден как-то с ними заигрывать. Вот это даже не столько видно по Украине, как это очевидно. Давайте, если у нас есть немножко время, перейдём ко второму фронту мировой войны, к израильскому. Потому что там нарастают драматические события. Давайте я, чтобы логично у нас эту тему завершить, у меня есть вопрос один по выпускнику одного университета американского, пенсильванского. Человек, который учил физику, бизнес. Очень впечатлительный человек. Человек, который в своём територе публикует прям выдержки российских нарративов. Вот прям как спускают всё это. Ошибка Хрущёва и так далее. Вы догадались, что наверняка, что я говорю об Илоне Маске. Вот этот выпускник американского университета, как вы считаете, вот эти сообщения о том, что он злоупотребляет различными стимуляторами, грибами, экстази и другими наркотиками. Это вообще важная новость. Может быть, он под грибами вот видит, соответственно, Хрущёва, который ему говорит, да, это была ошибка моя. Ну, вообще, я бы другой вопрос поставил. А почему мы должны интересоваться мнением этого человека? Ну, это, возможно, он способный инженер, а возможно, это просто некая такая... А что он? ...чипцы. Но это не избавляет человека от возможности быть полным политических вопросов, которым он и является. Но кроме того, что он полный вот эти бесконечно мелькающие вот виды нарративы из КГБшных темничков показывает, что, ну, по крайней мере, с ним очень плотно работают. Ну, забыть надо об этом человеке, боже мой, сколько можно говорить об этом. Он вот и израильскую военщину обличал, ну, израильтяне его всё-таки притащили туда, в это самое, в Кибуц, где совершали страшные преступления террористов. Он что-то по-другому сказал. Ну, давайте не будем тратить время на всяких масков. Достаточно у нас уходит, чтобы следить за теми игроками на политической сцене, которые влияют на процессы. Ну, в частности, давайте всё-таки подведём скромный итог, что вот такая твёрда... Ну, вот, республиканская партия, ведущие и лидеры республиканской партии заговорили языком Пьянковского, извиняюсь, и языком Атлантик-Канцера, вот этого замечательного нашего штаба украинского в Вашингтоне. Вот сколько раз Атлантик-Канцер за последние годы выступал с такими памфлетами «Немедленно дать оружие Украине, дать ей оружие победы». Это такие выдающиеся дипломаты, как посол Волкер, посол Фрид, посол Хербст, генерал Ходжес, генерал Петроэлс. Вот этим языком заговорила республиканская партия. Это приятно. И это очень обнадёживает. Значит, по крайней мере, вот тот фланг республиканской партии будет закрыт. Ну, а... Расисты, они неисправимы, они будут до последнего дыхания бороться с Америкой. Ну, кстати, вот, давайте не забывать, когда я говорю, что вся качественная пресса, и вы видите это по публикациям, она контролирует с этими прогрессистами, не забывайте о том, что это меньшинство в американском общественном мнении. Поддержка Израиля и требования увеличить поддержку Израиля, это 70% опроса, а поддержка Украины 60%. Вот это разница, марта 10 больше за Израиль, потому что против Украины работает вот эта часть трампистов. Но это, в любом случае, для Америки, как бы традиционно равнодушной внешней политике, это громадное преимущество, и администрации Байдена есть на что опереться, а тем более республиканцам, которые, мне кажется, похоже берут в свои руки дело ведения Четвертой мировой войны и защиты Украины, Израиля из, собственно, самих Соединенных Штатов. Андрей Андреевич, я так не... Это хорошее слово в украинском мове. Нычемно. То есть, нычемно перебил вас. Вы говорили, что на Израильском фронте какие-то сейчас изменения могли бы вернуться к этому. Ну, смотрите. Я могу наизусть цитировать массу высказываний замечательных Байдена, Блинкина, Остина вот середина октября прошлого года. Ну, вот, например, на всех произвело громадное впечатление очень искренне неполкновенные слова Блинкина, сказанные им в Иерусалиме. Он сказал, что тогда мы знаем, как много у вас здесь врагов на Ближнем Востоке, и мы знаем, что вы сами можете с ними справиться, но as long as America exists, пока существует Америка, вам не придется это делать в единочку. Мы всегда будем рядом с вами. И Остин сказал, для нас еще более близкие слова, его никто не спрашивал по Украине, там, на пресс-конференции, Иерусалим сказал, что мы, Америка, самое сильное в мире государство, он даже сказал, в мировой истории. И у нас хватит и решимости, и воли, и оружия защитить наших замечательных союзников Украину, Европу и Израиля на Ближнем Востоке. Вот. Но, во всяком случае, мы видим, что два месяца затягивается вопрос с финансированием украинской помощи, ну, это уже не столько вина прямо Байдена, сколько вот этих огаротелых там пистов, скорее, но это, но в том, что вот это обещание Блинкина, что мы всегда будем рядом, оно явно размывается, явно размывается, потому что мы же видим, что все время основные требования американцев, ну, пусть не явно выражены, но все время они хотят как-то... Это похоже, кстати. В украине это хорошо знакомо. Помните? Ну, не что еще помните. Требования американцев не использовать оружие для ударов по российской территории. Ну, то есть, воевать со связанными руками. Вот то же самое снова администрация Байна предлагает и за рельтянам. Но сейчас, вот буквально, мы с вами говорим, самые травматические часы. Вот, по-моему, в эти часы именно прибывает Блинкин снова, человек, который сказал, что мы будем связать с вами, совсем с другим посланием. Он теперь привозит, вот тоже знакомый, как знакомый Украине, нарратив. Ни в коем случае не допустите эскалации. Ни в коем случае не допустите, как это вам знакомо. Ни в коем случае... Вы понимаете, это чудовищно. На фоне того вот, совершенно другое, то же самое говорил, и я уже цитировал, тот же Байден 9 октября. Он говорил, что Хамас хочет уничтожить Израиль. Путин хочет уничтожить Украину. Мы этого не позволим. То есть, враг довел эскалацию до высшей степени, до ступени геноцида украинского народа, израильского народа. Так, как и к черту ни в коем случае не допустить эскалации? Это означает, сейчас ни в коем случае не отвечать этому врагу. Позволить ему совершить это. Абсурдные призывы и дисциплинированный Бринкен, к сожалению, должен приехать примерно с этими текстами. Но американцы его хорошо встречают, и израильтяне его хорошо встречают. Сегодня демонстративно, ну, во-первых, перестрелка там идет по нарастающей на севере Израиля. Ну, под ударами ХСБУ Израиль вынужден был оттуда эвакуировать более ста тысяч человек. Города, эти кибуцы, фактически оставил север Израиль. И американцы произносят ни в коем случае эскалации, то есть нельзя на это отвечать. Ну, вот, в качестве такого сигнала сегодня был демонстративно уничтожен ну, второй или третий человек в ХСБУ Шулин самого Носровы. И я, мне кажется, я понял тактику израильтян. Они не дожидаясь, ну, как условно разрешения и удобрения, не отвечая на какие-то предприятия, начнут начнут атаку на ХСБУ. Прекрасно понимаете, это очень рискованный шаг. Понимаете, в чем драматичность этого решения? Вот, когда Блинский сказал седьмого и девятого октября, что у вас много врагов, но мы понимаем, что вы с ними сможете сами справиться, это не совсем так. Такова была ситуация на Ближнем Востоке последние 75 лет, это не сейчас. Мы видим, как тяжело идет операция в Газе, а ХСБУ это сотни тысяч ракет, сотни тысяч ракет. И уничтожение ХСБУ это должно быть естественным пророгом и к уничтожению ядерной программы Ирана, иранского руководства. На эти Иран, Израиль не справится с этими двумя историческими задачами один. Ему необходима поддержка, ну, послал для чего-то, дедушка Байден, там, два авианосных соединения. Израиль, мне кажется, сейчас... Да? Говорю, один уже начал возвращаться домой. Ну, и одного хватит Винхалу. По-моему, как раз Винхалу возвращается, но это не важно. Это не важно. Важно то, что Израиль идет на очень рискованный шаг. он атакует один, он рассчитывает на то, что израильское обе в Соединенных Штатах заставит Байдена изменить решение и освободиться от давления вот этих прогрессистов. Но я уже упомянул, что 70% поддерживает население, американскую активную военную помощь Израиля. И все республиканцы, конечно, тут нет уже разновидящей между Рагиновскими республиканцами и Трамповскими республиканцами. Я думаю, расчет Израиля на то, что вот этой своей атакой он втянет в течение нескольких дней втянет Америку в эту схватку, а это единственный способ решения проблемы выживания Израиля, если хотите. Не будем забывать на днях иранский президент, ну, об этом забывают и почти даже не обратили внимания, как на нечто рутинное. Он снова заявил, что да, конечно, целью Ирана является полное уничтожение государства Израиля. Вот такой драматический шаг. Израиль бросается в эту атаку один, он встретит страшный ракетный удар, там, вопрос идет примерно 50 тысяч или 100 тысяч ракет у ХСБУ по всей территории Израиля. Расчет на то, что Америка вынуждена будет вступить и произраильские силы заставят Пайдена это сделать. Вот такие драматические события будут разворачиваться на Ближнем Востоке в самые ближайшие дни. Это, конечно, громадное значение имеет для Украины, потому что если Америка вступит и будет сокращена военная машина Ирана, но это не только чисто военная помощь громадной Украине, сейчас там половина ракет падающих на Украину, это громадный психологический и политический удар по путинскому режиму, если будет сокращен Иран. Нам предстоят очень важные и драматические события на обоих фронтах, на украинском, на израильском, причем в ближайшие дни. Андрей Андреевич, давайте немножко о России поговорим. Я бы даже сказал о российском мракобесии. Вот, когда читаешь новость оттуда, это реально мракобесие, темнота и ужас такой. Бабушки маршируют в пионерских галстуках, детям рассказывают, что они должны умереть за Путина, при этом все как-то не в дыму, а в пару, там, где еще отопление не отключили. Вот, по вашему мнению, вот, это просто случайность и так, фокус общественного внимания на вот эти вот аварии на теплотрассах, где десятки тысяч людей без отопления 25. или это все-таки какой-то системный вопрос, потому что получается, что тот же Подольск, а этот город не важен, потому что я там вообще-то был зарегистрирован, когда я был корреспондентом в Москве, я был зарегистрирован в Подольске, и когда я там был зарегистрирован, там с отоплением проблем не было. А вот сейчас вот такая история. У них там понемножечку что-то меняется, или мракобесие да и мракобесие, вымрут несколько десятков ну там это системный кризис инфраструктуры. Во-первых, все разворовано, все оптимизировано, но сейчас все идет на войну. Вы задаете вопрос, доколе русский народ будет терпеть это безобразие? Этот генерал Мороз, он же влияет на мозги, там же действительно холодно и это как это это же на массы как это ни странно действует как озверин. То есть если вот это бульканье телевизора украинцы, нацисты там и всякое такое, это уже нас не трогает и слава богу. А вот холод в квартирах это же действительно их может как-то сгенерировать. Это вопрос выживания. Не двигаешься умрешь с холодом. Мы же там жили, это действительно 30 градусов там без отопления эти советские дома, они же вымерзают очень быстро. Ну, к реальным изменениям ощутимым на фронте может привести поведение в конце концов вверху. То есть это важно не возмущение массы, а как это возмущение массы скажется на поведении верхушки и окружения Путина. мы же видели мятеж Пригожина показал, что поддержка Путина именно в верхах она такая ну весь очень спорно уязвимая. Мы же помним, что на его призыв утром 26-го, по-моему, июня расправиться с Пригожиным никто не откликнулся. ни армейская, ни ГРУ Министерства обороны, ни контрразведка ФСБ. То есть есть очень влиятельные силы и в силовых структурах, которые разделяли мотивы Пригожина, а Пригожин свои мотивы формулировал с каждым днем перед своим мятежом все более четко, а в последний день он совершенно ясно говорил, что 24 февраля не было никакой угрожи ни от Донбасса, ни от НАТО, ни от Украины. Эта война выдумана олигархами жировщими, и они бросили на смерти десятки, сотни тысяч людей, и когда солдаты поймут, они порвут им вот примерно так. То есть такие настроения, они существуют, и мне кажется, что нужно пощерять движение, надо работать не с народными там вождями, которых не существует, надо работать с дельмирами и гибберсами гитлеровского режима, надо предлагать им, что им можно предложить, ну, опять же, вот для этого должно быть такой четкий центр принятия решений на Западе, не в Украине, что будут это делать. Им надо предложить этим негодяям иммунитет от преследования как военных преступников. Нужно дать на фоне вот всех экранизных явлений, чтобы вызвать определенные шаги отстранения Путина власти, надо дать, ну, если хотите, гарантии этим Гиммлером, Геббельсом, Борманом, о том, что они будут освобождены от личного преследования как военные преступники, если они способствуют снятию Путина и выводу российских войск на территорию границы 1991 года. Вот это все, что можно позитивно надеяться внутри России, я полагаю. Только давайте определимся, а кто же является современным аналогом Геббельса? С Риббентропом понятно, а вот с Геббельсом такое впечатление, что это люди не те, которых мы видим на экране телевизора, а те, кто отдают приказы. Ну, похоже, все-таки я соглашусь здесь большинством экспертов и западных и самый влиятельный человек Патрушев, скорее всего. Патрушев, братья Ковальчуки вокруг Путина, вот этих людей надо ангажировать. Да. И ничего другого им предложить нельзя, что их может интересовать. Вот это их вопрос. Ну, что, нас на следующий день потащат в Галагу. Вот это нам нужно найти очень убедительный способ, не публичный, ну, публичный это одно, а как-то по каким-то непубличным циканам объяснить им, что они не будут преследоваться как военные преступники. в случае выдачи Путина и вывода войск. Да. Ну, я думаю, что с этой версией, с таким предложением в Украине тоже многие согласятся, даже большинство. Андрей Андреевич, у нас тут еще пару минут есть, я все-таки про мракобесия хочу поговорить. Вот сильно оно меня впечатлило в начале этого года, там, где Путин встречался с вдовами, и с побитыми солдатами, и с временно живыми, и все нашептывал, и все эти люди спрашивали ему такие, задавали ему такие вопросы, особенно военнослужащие в госпитале, а как идет военная операция наша специальная, как она идет? Вроде бы он же сказал по плану, а вопрос все равно задается такой, и детей он приглашает к свою конюшню, я не знаю, целует он там животики их или нет, живут, не целуют, чтобы испортить жизнь, но со стороны это выглядит как этот Гитлер и дети. Последний кадр, последний кадр Гитлера, где он по щечке похлопает ребенка, где-то уже 25 апреля мы еще не 25 апреля, ну, во-первых, мне кажется, что большинство этих вдов, детей ранних это сотрудники ФСО, особенно вот меня поразило, когда он с ранним встречался, такие здоровые обормоты в хороших пижамках лежали в этих кроватках. С руками все, все с руками. со всеми конечностями абсолютно. Ну, а вдовы, это, помни, такая знаменитая была, она же и продавщица мороженого, она же и рыбачка, она, ну, и, а замечательная, конечно, одна из первых сцен, похоже, такая настоящая мать была, Путин ее очень хорошо, понимаете, ваш сын вообще, вы же, как алкоголик, а ему довелось умереть за меня. Вы должны быть от этого счастливы и гордиться этим. Дословно, практически. Я помню этот диалог, и надо дать должное, что мама, которая, которая это было сказано, ну, это женщина уже достаточно преклонного возраста, ей нравится такой подход, ей нравится. Ну, цель, а цель придается, а смысленность потери, а смысленность потери придается. Ну, вообще непонятно, возможно, это двойник, встречающийся с ФСО. Что там спецотряд Светлана Медведева разных возрастов и комплекций сдала анализ крови, кала, там, чего там еще надо, чтобы сидеть ближе к этому, к царю. Да, и даже все равно, вот, на одной из последних сцен, на большой дистанции, он там, детишки, я не знаю, отчего он там закрывается, там уже все ковиды кончились. Что там еще интересно, там вот этот вот его, как бы, шаг такой, что он на полметра переставил стульчик ближе к деткам, пап, которых он фактически трупировал, не фактически, а трупировал, то есть, это вот, вот он так просто, интересно, вопрос сформулирую, то есть, неужели вот этот шлак заходит, ну, когда, ну, действительно, Гитлер и дети, Гитлер и доярка, в смысле, Путин и доярка, там, и так далее, вот, с пиар точки зрения, это заходит этим жителям? Ну, вы знаете, в апреле 45-го уже и Гитлер не заходил, хотя Гитлер, как пиарщик и харизматик, конечно, намного талантнее был, чем Путин. Мне трудно представить, что он кому-то может сейчас доходить. Да, на этом фоне есть смысл, наверное, отметить, Андрей, да еще, вот следили это, что в два раза уменьшилось количество на Рождество посетителей церквей РПЦ, то есть, Папа Гундяева, и очень сильно просел рейтинг пропаганды, вот этой вот телевизионной, там, Скобеевы, Соловьевы, Симоняны, они стараются, они вот говорят, ну, стоп, Путин велик, или Гитлер, Путин, Путин, да, а цифры плохие, не хотят смотреть это они. То есть, это, какой мы из этого вывод делаем? Ну, и он еще чаще появляется, скорее, я помню, я говорю, у меня два таких образа, один это сморчок под пледиком, а второй это такой глумливый гопник. Ну, вот, последний там с детишками, с вдвоем, он скорее сморчком, сморчком под пледиком выглядел. Давайте пожелаем ему, чтобы он, как это, испробовал новую роль Путин в Мавзолее. На этой прекрасной ноте предлагаю наш стрим завершать, Андрей Андреевич. Мы все сказали? Да, это все в руках Соединенных Штатах Америки. Отправить его в Мавзолее очень быстро. Вместе со всеми верховными этими как они называются? Аятовыми. Аятовыми. И от пропаганды в том числе. Друзья, подписывайтесь на наши YouTube-каналы. Андрей Андреевич, я благодарю вас за время, за мысли, за интеллект, за прогнозы. Ну, смотрим, я надеюсь, что Америка будет снова great. Какой у нас следующее число про специальные уже будет? 15-е, да? Очевидно, да. Я думаю, ладно, подождем. Да, договорились. Андрей Андреевич, спасибо вам. Спасибо. Игорь Негода.